Одной из достопримечательностей на западе Оренбургской области является Бузулукский Бор, где люди не только отдыхают, но и живут. Почти в центре Бора есть красивый поселок Култубановский, где на улице Октюбинской 37А министр образования Лабузов свил себе уютное гнездышко на земле площадью 2000 квадратных метров. Здесь красивый коттедж, дом для гостей, беседка, бассейн. Все это гармонично вписалось в ландшафт Бора, красиво и современно. Догадываемся, что министр здесь собирается писать мемуары о своей непосильной работе в правительстве области. Можно только порадоваться за наше образование, где вот так уютно и комфортно. Но, увы, буквально в пяти километрах от строений министра есть старинное село Елшанка со своими традициями. Есть школа, где учатся 200 ребятишек, но она, к сожалению, не такая красивая, как строение министра, да и в ней находиться-то небезопасно. Какой комфортности эстетики говорить и прививать детям чувство прекрасного, если посмотреть на Перевозинскую основную школу Узулукского района, тоже, кстати, недалеко от строений министра. Так и получается для Лабузова, главного педагога области, совсем наоборот. Все лучшее себе, а не детям. Одним из элитных мест для жительства под Оренбургом является поселок Пригородный. Там живут губернатор, экс-губернатор. На улице Безымянной 2D министр построил себе эксклюзивный домик из кавказского камня 500 квадратных метров, где имеется бассейн и фонтаны серебряной фильтрации, итальянская мебель. Особое внимание привлекает забор с вензелями с изображением льва. Министр по гороскопу лев. Да, в данный момент он действительно является царем зверей и хозяином леса. Примерная смертная стоимость строений составляет 150 миллионов рублей. Сопоставим с равнинной школой Пономаревского района, на ремонт которой целый год искали какие-то 15 миллионов рублей. В список скромного имущества царя входят роскошные квартиры на проспекте Гагарина 27-6. Министр Лабузов любит передвигаться по дорогам комфортно. В его арсенале такие крутые авто, как Лексус, Порше. Все это круто и с размахом у себя любимого. Зато как позорно и стыдно за министра, глядя на здание Министерства образования. В презентабельное министерство выглядит контора ритуальных услуг, находящаяся по соседству. А как же крутой спрос руководителей образовательных учреждений, если у самого так. Нет, неправильно. Не так у него лично. А вы видели как. Это и есть его результаты работы. Хорошо было сказано. Как раба на галерах. Вот они контрасты в настоящий патриотизм господина Лабузова, о котором говорит президент страны.